В настоящее время в администрации города Кузнецка разрабатывается документация конституционного соглашения проведения открытого конкурса по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в концессию с условием строительства в течение 2016-2018 года двух станций обезжелезной воды, водозавод номер 8 и Южный, за счет средств инвесторов-конституционера, что, по нашему мнению, позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой потребительной расположенности в муниципальном образовании, поскольку питьевая вода, добываемая на джазианских скважинах, не соответствует санитарным нормам по содержанию железа, по одному же показателю. Учитывая условия проведения соответствующих процедур, предусмотрим федеральным законом 21.7.115 законственных соглашений к администрации города Кузнецка и, конечно, если сегодня будет принято решение, планирует подписать конституционное соглашение срок до 30 ноября 2015 года. Конституционер будет определён, как уже обсуждали на комиссиях, по результатам проведения открытого конкурса аукциона, который планируется объявить в ноябре 2020 года. Более подробная информация, еще раз подчеркну предыдущим вопросом, но, значит, еще одну информацию для размышлений хотелось бы дать. Значит, при норме содержания железа в воде 0,5 мг на литр, допуская санитарным нормам и правилам, до 2010 года у нас в зависимости от источников эти параметры колебались от 0,5 до 0,8 мг на литр, то есть 2-2,5 раза. После засухи 2010 года, который у нас был в Российской Федерации, значит, видимость, это сказалось на уровне грунтовых вод по земным горизонте, у нас количество железа из-за откисления, видно его там, значит, увеличилось еще в 4,5 раз в воде. То есть, все это сказалось, конечно, на качестве подаваемой воды населения. Воды мы обязаны подавать питьевую, санитарные нормы должны соблюдать, значит, судебный иск, поданный Роспотребнадзором в адрес администрации Городного канала нами был проигран. Есть судебное решение, обязывающее нас, значит, выполнить требования санитарного законодательства обеспечить подачу населения питьевой воды. Значит, учитывая доходную часть бюджета города Кузнецка, и то, что она субсидируется по целевым назначениям почти на 60% из областного бюджета, и то, что область не планирует в ближайшее время серьезно капиталовложения предоставить муниципалитетам на сильные условия кризиса, то, что наши затраты на ежегодные составляют практически вот эту сумму, которую нам узнают на станции «Бежелезня», а мы эти деньги распределяем и на школы, и на детские сады, и на дороги, и так далее, значит, город Кузнецк самостоятельно решить эту проблему не будет. Это мое мнение, я думаю, что мнение многих присутствующих в Израиле, поэтому надо искать выход из ситуации и вне сетей теплооснабжения хотели, в сетей водоснабжения и отведения очистных сооружений, и там объем вложений по годам 7,4 млн. нации, и по натормам, а это не безусловно, но консессионерам, инвесторам. Значит, Нижний Лавн, Кайм, Камакшан, тоже входит открытый комплекс, и тоже в одной простой причине, что у нас нет ответа мы не получим. У меня просьба, значит, Сергей Александрович ввел практику очень интересную. Я просто озвучу, я с этим в принципе не согласен, но интересная статистика. Уважаемые товарищи, которые ко мне обратились в фамилию, в отношении к инвестору Саньяра, будет ли у нас действительно конкурс, или будет у нас решение вынесено в отношении одного человека, который у нас сейчас организован. Это не конкурс, а получается мы его отдаем конкретному конкретной организации. Поэтому были с такой родопой чиновник вдоволь, кто их не спрячет, они будут еще много раз выноситься на митинг. Значит, что касается заключения одного консессионера. Значит, я думаю, что комиссия, которая будет проводить конкурс, вправе, если ей не нравится поданная заявка, отклонить ее, и никто этому не мешает. Значит, второе, не дай бог, вот он заявится, но в открытый конкурс, подчеркну, все замещается на торги.гоф.ру. Поэтому вот это тоже надо понимать четко. Это ответ на вопрос. А можно сразу говорить, что было сказано Владимир Евгеньевич? Суть какая? Я вам могу сказать, что дураков нет таких, которые будем вкладывать в нашу семью. Подождите. Вы, подождите, пожалуйста. У нас о проведении конкурса на включение конституционного соглашения. Уважаемые депутаты, присутствующие. В целях привлечения внебюджетных инвестиций, эффективно используют муниципальные имущества в сфере водоставления и водоотведения в городе Бульдеска, руководствуясь федеральными законами 416-го воздействия водоставления и водоотведения, 115-го федерального закона о конституционных соглашениях, собранию представителей города Бульдеска предлагается провести открытый конкурс на право заключения конституционного соглашения в отношении сомнализованной системы холодного водоставления и водоотведения города Бульдеска в целях создания объекта системы водоснабжения и водоотведения, повышения эффективности функционирования и полномерного развития этой системы. Установить условия конституционного соглашения согласно приложению номер 1 к настоящему решению, критерии конкурса и параметры критерий конкурса согласно приложению номер 2 к настоящему решению. Задание конституционера и минимально допустимые планы и значения показателей деятельности конституционера согласно приложению номер 3 к настоящему решению. Если данное решение будет принято, то администрации города Бульдеска разработать и утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения конституционного соглашения, создать конкурсную комиссию и утвердить ее персональный состав, опубликовать официальное издание, разместить на официальном сайте в сети интернет, сообщение о проведении открытого конкурса в сроке 1 ноября 2015 года. Приложение номер 1 к условию конституционного соглашения консидентам с водоснабжением и водоотведением с использованием объектов конституционного соглашения и иного имущества. Далее следует описание объектов конституционного соглашения. Это недвижимое имущество в составе 6 производственных технологических комплексов водозаборы, природотехнологический комплекс «Городские очистные сооружения», природотехнологический комплекс «Система водоотведения» города Кузьминска. Отдельные отрезки конституционных и водопроводных сетей, которые уже были зарегистрированы в муниципальной собственности после формирования этих комплексов. Состав комплекса подтвержден постановлениями администрации города Кузьминска в 2009-2008 годах. Содержат в себе все необходимые характеристики объекта. Состав оборудования, движимого имущества, уходящего в состав объекта конституционного соглашения, иного имущества, а также техника экономической характеристики всего состава имущества устанавливается в конкурсной документации. Создаваемые объекты указаны в задании приложения номер 3. Приложение номер 3 содержит в себе несколько позиций, которые конституционер обязан будет развести установленные сроки строительства. Первое – это строительство автоматизированной блок-модульной станции обезжелезов и неводы в предрадительстве 10 тысяч кубических метров в сутки для водозабора Южной, Дуратилы. Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности конституционера, предельный размер расходов на создание объекта конституционного соглашения, а также плановое значение в контакте деятельности конституционера является критерием конкурса и указанных в приложении номер 2. Приложение номер 2 также состоит из нескольких пунктов. Предельный размер расходов на создание объекта конституционного соглашения составляет, как я уже сказал, 158 миллионов 460 тысяч 316 рублей СНДС, в том числе расписан на каждый год сроки действия конституционного соглашения. Долгосрочные параметры регулирования деятельности конституционера, они также утверждаются управлением по регулированию цены тарифов, исходя из фактически сложившихся. Включают в себя базовые уровни операционных расходов, показательные энергосбережения, энергетические эффективности, уровень потери воды и удельный расход электрической энергии, нормативный уровень прибыли. Важным моментом в данном решении является установление планового значения показателей деятельности конституционера. Предлагается установить следующие минимально допустимые плановые значения показателей деятельности конституционера. Они служат для контроля за эксплуатацией сетей и тем вообще, что той деятельностью, которой полагается вести конституционера. Включают в себя показатели качества питьевой воды, показатели надежности и присутствия. Практически каждый депутат выслал по этому вопросу. Сегодня, значит, сразу я хочу, вот Виктор Владимирович на комиссиях предложил включить депутатов в комиссию по подготовке к конкурсной рекомендации. И я предлагаю Виктору Владимировичу, который выставил с предложением, его включить в состав комиссии. Дальше делаю предложение по Тарасову Артему Викторовичу, который, он имеет юридическое образование и выглавляет комиссию по муниципальному контролю. А также предлагаю, значит, включить комиссию прошлого Андрея Сергеевича. Он, как бы, выступал против этого вопроса, то есть не поддерживал этот вопрос. Но я хочу, раз вопрос был демократичный, пожалуйста, участвуйте в комиссии, если вопросы разве будут. То есть, чтобы к этому вопросу не обсуждаться. Можно я, Александр Александрович, наоборот, но очень интересно. Он говорит, что есть вопрос, и у него больше... Значит, первое полномочия нашей части, касающейся контроля за банковской гарантией, определяет проверку достоверности и действительности банской гарантии. Все остальное по Федеральной антимонопольной службе мы летим, как здраво желаю. Если эта банковская гарантия достоверна и действительно, мы не имеем права указывать банку, какой, и так далее, и так далее. Иначе нас наказывают. Но самое интересное, вот если вот знать вопрос до конца, и хотя бы там какому-нибудь банкиру позвонить, предварительно сказать, ребят, вот банская гарантия на 4 года, на 160 миллионов, вот как это? И вам скажут, что такую банскую гарантию может дать, может быть, пяток банка в стране с конкретным, очень большим банковским капиталом, собственным капиталом, с конкретным, очень положительным балансом банка. Это очень дорогое удовольствие получить такую банскую гарантию. И этот вопрос снимается сам собой. Тот, который вы сказали, маленькие банки, такие гарантии, на такие суммы, на такие сроки, просто не встанет дать. Это прерогатива Сбера, ВТБ, Россельхоза, ну, может, еще парочки, троечки банков. Все. Поэтому вопрос ни о чем, понимаете? В нем просто надо разобраться, как и во всем остальном. И тогда его вообще ставить не надо. Надо объяснить мне, как можно в 2018 году купить станцию без... ...вода нужна. Единственное, что желание, наверное, поработать вот этой комиссией, которая создана более пристально для голосования и определения всех маховных институционных соглашений, ну, это вот, наверное, единственное, то есть, какие-то юридические гарантии. Плюс, конечно, я здесь согласен, обзовется в ЕСАШе по поводу банкской гарантии. У нас банкская гарантия определенная в гражданском подвесе как способ обеспечения исполнения обязательств. То есть, по факту, банк... А уж какой это будет банк? Банк – это банк. Банк контролируется центробанком, имеет резервы и все остальное, то есть, имеет определенный рейтинг. То есть, если банк говорит, что этот, это лицо исполнит обязательство, и в случае его неисполнения я гарантирую отдать свои кроны 158 миллионов, в чем проблема? Я думаю, что обязательство, которое обеспечено способом обеспечения исполнения обязательства, оно самое, что у нас есть, скажем, надежное, невероятное, да, какая-то здесь вот именно и закон будет усматривать как в сонных соглашениях наличие банкской гарантии, поэтому, скажем так, спросить, в том числе и в судебном порядке, у муниципалитета с аденда всегда будет возможность. Другие люди, хотя, может, она не очень такая светлая и прозрачная, но сидеть и ждать, ну, действительно, нет. Я созвонилась с коллегами по-своему, потому что, ну, тоже мучает и совесть, и болит душа за гор, разговаривала с Каменкой, разговаривала с Ломовым, с Сердобским, вот, у них действительно меньшие суммы, но тоже тот же водоканал, тоже выставляет на концессию, потому что иного пути на сегодня для себя, я вот чувствую, иного пути нет, но сомнения по этой компании у меня тоже большие. И вот, и последняя просьба, вот, комиссию, которую мы создаем, люди, которые будут входить туда, вы держите в курсе дела, депутат, информация, вот, по всем наработанам, чтобы не получилось так. Чему и эспресс-то был. В марте месяце началась работа, мы ничего не слышали, не видели. Потом хлоп, в июле, вы ничего... Я далеко из-за того, что с ними нахладу у нас больше разбивается на автомобили, на подростковые, но не об этом. Если мы разработаем конкурсную документацию так, как положено, какие могут быть сомнения, какой концессор к нам придет из Сызры, из Самары, из Пензы, из Америки, если мы пропишем все то, что мы вот здесь говорим, и что хотим от него получить, все будет нормально. Если мы, как всегда, спустим все А8, 45 миллионов мы уже угробили один раз, да? Потом еще угробили, и 158 угробили. Вот все мы здесь вот... Ну давайте, входить в конкурсной документации, все свои предложения смотрим, проверяем. Все мы здесь вроде бы выбраны народом, мы ее защищаем, интересы будут. Дальше. Есть у нас конкурсная комиссия. На конкурсе посмотрели документацию, сравнили, что с чем. Нужно войти многим депутатам в этот конкурсную комиссию. И о чем мы вот тут коки ломаем, шумим, гремим? Мы уже в течение 15 лет с этой водой боремся. Денег угроблено больше в два раза, чем мы вот сейчас там 158 миллионов. Построили, разрушили, построили, разрушили. Может, альтернативу нужно искать этому южному лобзабору. Мы вокруг ходим по воде. Но никто же этот вопрос не знает. Взяли, пробурили одну скважину. Рядом с той, которая существует. Взять новый район. Поэтому, если мы будем просто упереться и ничего не делать, ничего не получится. Давайте займем, мы сейчас все говорим. Граждане может отложить. У нас нет возможности отложить. У нас есть судебное решение, обязывающее дать чистую воду. Мы наказаны и перенаказаны все 10 раз. И, значит, если у нас не будет никакого-то решения, вообще вот нет процесса, нет прогресса. Но тут и прокуратура, и Роспотребнадзор нам врежут по самой никуда, я прямо хочу сказать. Вот уже как-то все ждалки кончились. Уже и Роспотребнадзор, они шли до предного этапа, подписывали нам согласие на эксплуатацию с повышенным содержанием. Но все, кончилось уже это. К ним ужесточаются требования, от них к нам ужесточаются. Поэтому ничего не делать не получится. Вот сегодня мы выносим два, как бы, двуединый вопрос. Первый, концессия или неконцессия? Если не концессия, тогда предложите что? Нет разрешения другого. Если не концессия, предложите. Я ее не знаю. Кто-то, может, знает, предложите. Давайте ее сделаем. Вторая часть решения, основные параметры, значит, того, что мы закладываем в концессию, в части, касающейся вложений. Две станции безжелезные, ветка, значит, канализации на откору с отпуском. Мы начинали торговаться. А мы все правильно сделали. Мы нашли одного конкретного интересанта и по нем сверяли свои действия. На что хоть один может пойти? Мы начали торговаться. Вот мы сейчас назвали три позиции, а начинали торговаться позиции с 15. Мы навтыкали туда все, что у нас не хватает. Все там и трубы переложить, и то, и все, и все, и все. Это все стоит денег, и потихоньку в процессе переговоров вышли вот на эту вот сумму, на эти позиции. Мы могли фантазировать сколько угодно, могли сейчас включить миллиард туда, ну и сидели, ждали конституционеров. Поэтому мы работали с конкретным живым интересантом и вышли на те договоренности, которые хотя бы одного интересанта интересуют. И это дорогого стоит. У нас есть хотя бы один потенциальный участник этих мероприятий. Они некая виртуальная конструкция, конструкция, с которой мы тут зажигаем. Я хочу обратить внимание, что Заречный со всеми своими... У них сети идеальны. Три раза лучше сети, чем у нас. У нас потери, официальные потери по хозяйству Горина, официальные потери, которые не соответствуют реальным потерям. 19, по-моему, процентов, которые забиты в документации. А фактически мне Горин говорит про 30-35 потен. А Заречный выход не к 7%. Понимаете? У нас 4,7 раза проб в качество воды несоответствующих требований 4,7 раз превышает нормативность. Заречным ничего никого не превышает. И они идут на концессию. За 70 там с небольшим миллионов рублей. А мы загибаем почти 160. И идти просто так, слепой, со своими хотелками. Мы работали с конкретным интересантом, который, может быть, пойдет на конкурс, может быть. И, возможно, так сказать, будет там концессионером. И мы делали все правильно. И здесь, значит, в открытом эфире эти вести переговоры, наверное, это не совсем правильно. Это наша работа, работа администрации. И она не келей навелась. У нас толмуты такие переписки с управлением цены тарифов. У нас заключение, значит, по право управления областного на пяти листах. У нас прокуратура, значит, смотрит этот вопрос, водоканал просвечивает. Это работа исполнительная. И она не келейная. И мы ставим очень интересную и высокую планку. 160 миллионов рублей. Больше не получается пока. Может, появится, кто-то предложит больше на конкурсе. Может быть. Но меньше уже не будет. Если, конечно, конкурс состоится. Поэтому я не пойму, против чего сейчас протестовать. Концессия? Понятно, что альтернативы нет, по-моему. Не концессия, значит, ну тогда что? 160 миллионов, ну можно там 200 ставить миллионов. Ну я не знаю, кто пойдет на 200. А вот на 160 хотя бы один есть. Поэтому я считаю, что надо соглашаться и голосовать за. Это только начало пути. Потому что это только базовые требования конкурсной документации и принятие решения, собственно, о проведении процедуры. После этого мы еще будем готовить пакет документов до конца, до конкурса. Вы говорите, что мы с марта. Да с марта месяца мы это законодательство изучаем. И каждую неделю у нас и шире, и шире глаза открываются. Мы думали, что это попроще. На самом деле там уже, значит, не поймешь, что больше. Мы конкурсную документацию должны написать. Или Толстой за всю свою жизнь. У нас еще там открываются новые горизонты. Чего должно быть в этой новой конкурсной документации. Именно не принципиального, а вот необходимый набор документов. И мы еще конкурс, наверное, будем документацию с месяц только готовить. Не так все это просто. Законодательство там, оно умное. Страхует и нас, страхует и концессионера. Потому что он деньги вкладывает. Потом будет, собственно, конкурс. На котором кто-то победит, дай бог. Потому что план по очень высокий. И потом, самое главное, по результатам конкурса, между конкурсом, после конкурса, будет готовиться концессионное соглашение. Вот со всеми нюансами, вот этими, значит, переговорами. Вот Владимир Алексеевич один раз пригласил, значит, ради интересов и присутствия на переговорах, где мы в качестве оппонента сажаем потенциальный консессионер. Он понял, насколько все непросто. Какие вопросы задается потенциальный консессионер, который рискует своим деньгами. И я думаю, кто посидит разочек на этих, поймет, что там тоже своя правда. Вообще-то они деньги свои вкладывают. Мы вот мало чем рискуем-то по большому счету. Мы мало чем рискуем. Рискует, вот больше всего рискует консессионер. И правильно вы сказали, особой практики нет по консессионным соглашениям, потому что для инвестора консессия не решен главный интересующий вопрос, вопрос собственности. Собственностью он не обладает. И поэтому вот у тех, у кого есть деньги, консессионные схемы пока еще не являются вот таким лакомым продуктом. Очень мало кто туда идет. И я думаю, что консессионное законодательство будет двигаться в сторону инвестора. Если заглядывать чуть вперед. Поэтому мы все делаем правильно. Если бы делали неправильно, нам давно тут уже, значит, обыски, аресты, задержания. Проголосовать за тот проект, который у вас имеется. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Против? Против один, да? Кто воздержался? Все, спасибо. Значит, один против, один воздержался. Остальные все проголосовались. Я хочу...